добрый день уважаемые дамы и господа наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте его здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели и зрители сегодня должны было вступить распоряжение белого дома об отмене 42 42 что же это было 42 title что-то раздел раздел сорок второго раздела который позволял там причем это было это было решение не правительство не иммиграционная служба это было решение как бы здравоохранения то есть людей могли людей которые нездоровым могли быстренько развернуть нелегалов которые пересекли границу могли быстренько развернуть и отправить вы своя си и вот сегодня должны были должно было должны были отменить этот 42 еще раз 42 раздел раз них у нас перед так его переводить по крайней мере специально проверял у нас мало об этом информации на русском языке но то что есть вот принято говорить раздел 42 и не случилось момент действительно мы с этого и начнем как с вопросов иммиграции я благодарю по-прежнему лучше без имен и продолжаем наш разговор вообще с этим вот разделом 42 ну кому проще английский вариант title фото эту конечно то есть ним узнать довольно забавная ситуация потому что к те кто его критиковал ну мягко говоря то есть просто напросто описывал что это некое ужасное изобретение нацеленное на уничтожение мигрантов вообще они говорили что все естественно происки трампа и его окружение но видите ли в чем дело штука в том что вообще этот самый раздел 42 года он восходит ни много ни мало к закону сорок четвертого года и еще что более интересный закон этот вообще-то продвигал изначально конгрессмен алфред буллин кола демократ но и смысл вот этого пресловутого 42 раздела он заключается в том что но вообще по этому закону правительственные агентства наделяются и правительство наделяются функциями тех кто может объявить карантин но карантин именно для тех кто пересекает границу то есть для иностранцев и вот на основе этого пресловутого 42 раздела действительно при администрации трампа было запущено такое правило согласно которому если условиях сами помните к вида согласно которому те кто является потенциальными опасными переносчиками заболеваний их можно развернуть но естественно вы сами знаете что все равно проникло много кто и хотя есть данные по которым о в разные месяцы от 9 до чуть ли не 70 тысяч развернули по вот этому самому разделу 42 но в целом сами знаете мое отношение к видным мерам так что не буду даже говорить что это хоть какой-то плюс от них это все законы повторяю вполне себе давние и когда и демократы и республиканцы были действительно озабочены безопасностью страны и вопросами границ стою но вот как бы то ни было администрация байдена вознамерилась зарубить вот это действие на и правила которые регулировали ускоренную депортацию потенциальных переносчиков и запрос вот 23 мая действительно самый раздел 42 должен был прекратить свое действие но к счастью американская система несмотря на все усилия левых товарищей и развалить она все-таки действует а и система разделения властей она действительно помогает и америке да и всем нам а кто на америку смотрит как видели мы и конгресс в основном сенат конечно же препятствует безумным деяниям демократов и нынешней администрации помнить совсем недавно тормознули поспешный закон об абортах мы судьи тоже хотя судит конечно же как я уже не раз говорил это крайний такой последний рубеж что называется и лучше бы к ним не прибегать потому что когда судьи оказываются вовлечены так или иначе в политику ну сами ведь что происходит но как бы то ни было раз выходит такая ситуация что судьи должны тоже включаться в борьбу то ничего не поделаешь это данность и мы сейчас с вами видим что действительно судьи республиканские назначены республиканскими президентами на них полагается вот такая на них вдвойная ответственность с одной стороны им надо действительно соответствовать тому что они трактуют конституцию и законы как они писались они как бы того хотелось прессе шоу-бизнесу и левым академикам но с другой стороны им надо прекрасно понимать что на них будет очень очень сильное давление потому что их всех обвинят в том что они людоеды жена ненавистники дед ненавистники расисты гомофобы все такое прочее но к счастью судей пока те кто попадает в сферу нашего внимания в коре нашего внимания они себя оправдывают и вот наш новый герой надеюсь тоже знаете смешанный момент с одной стороны хочется верить что и дальнейшее его решение нас порадует а с другой стороны бы хотелось бы чтобы все-таки он в таких шумных делах не участвовал а спокойно бы себе там в луизиане работал то роберт саммерхейс а он весьма и весьма основательным заключением на 47 страниц хотя тоже как я не раз говорил объем это еще ничего не значит но по крайней мере он указывает что судья к своей работе подходит основательно и очень очень подробно объясняет причины по которым он на этот нынешнее решение администрации центра по борьбе с инфекцией почему он его запретить получается он запретил запрет да так назовем и после его решения вот эти вот ограничения и ускоренная депортация нелегалов которые представляют опасность для здравоохранения она продолжает работать к сожалению к сожалению он наложил только временные ограничения и администрация по прошествии некоторого времени будет пытаться это соответственно обжаловаться отменить и предпримет новые попытки чтобы раздел 42 перестал работать но пока вот такая победа имеется и я не буду вам конечно же пересказывать дословно что самер хейс написал в своем заключении но главное направление которые мое внимание зацепили которые может быть не столь погружены в юридические особенности это то что штаты а штаты естественно выступили с протестовали решение прекратить действие раздела 42 так вот что штаты достаточно отчетливо продемонстрировали какой ущерб финансовые и прочие они понесут случае если раздел 42 будет отменен и произойдет неизменный неизбежный наплыв нелегалов и с другой стороны то что представители администрации они нарушают существующие тоже с давних пор закон который регулирует административные процедуры и толком не объяснили свои действия не обсудили их с общественностью а как бы поставили перед фактом что является в общем и целом нарушением и заведомо не права неправильным действием поэтому сам архейс считают что так поступать нельзя и мы с ним я думаю согласимся и на какое-то время здесь по крайней мере можно передохнуть но передохнуть не означает успокоиться потому что администрация байдена сразу же зашумела что безобразие мы протестуем и все такое прочее в левой прессе по-прежнему призывы что надо это все отменить и так далее так далее ну и вся борьба еще впереди однако всем я неизбежно к этой теме буду возвращаться хотя мне нельзя этого делать потому что я не имею права естественно говорю какие-то вам давать советы за кого голосовать но ничего не поделаешь я так и посредом но тем не менее это вам просто напоминали что пока есть правильные в нашем понимании политики в сенате и в палате и пока президент может назначать разумных адекватных судей то система работает соответственно задача чтобы этих политиков в конгрессе и президентов множественное число использую которые будут назначать нормальных судей судьи то есть как мы видим чтобы вот их выбирали тогда система будет работать ну а вообще раз речь зашла об иммиграции тут еще да и прокомментирует такой момент примыкающий к тому о чем я говорил только что вот это вот министерство внутренней безопасности она вообще превращается воплощение всего плохого что может вообще быть в правительстве но когда его возглавляют либералы вроде майоркс ну и вовсе кошмар уж но тем не менее в нынешних условиях когда появление майоркса в сенате на слушаниях это ну вот точно помните с та самая песня которая в америке правда насколько я знаю не особенно популярна про прекрасную маркизу что все хорошо то есть нелегалов полным-полно происходит что значит что но все вообще отлично все мы все работаем все прекрасно все замечать откуда майоркс тут выдал такой меморандума на шесть пунктов которые уже подвергся насмешкам и издевательством но не просто насмешкам аналитическим так называем со стороны консервативных обозревать потому что что майоркс там предлагает но с одной стороны вроде бы да он предлагает увеличить штат этого своего ведомства и расширить пункты содержания нелегалов но тот же речь идет о том что надо еще и улучшить их транспортировку то есть на языке понятным это означает что все эти центры будут использоваться не столько для того чтобы нелегалов приняли и отправили обратно а чтобы их быстро перекинули в сферу передаю им присвоение им статуса беженцев то есть такое вот ускорение этого процесса чтобы поскорее от них избавиться просто-напросто но никак не реально решать проблему следующий пункт это то что он будут какие-то создаваться новые центры которые будут к тому же контролироваться правительством в сад в сотрудничестве с неправительственными организациями звучит красиво но в реальности это означает что конечно же правительство будет выбирать для сотрудничества те неправительственные организации которые идеологически правильно но и и на деле это приведет к тому что практически все нелегалы будут в америку допускаться вот эти самые пресловутые организации которые так уже себя показывают с худшей стороны когда занимаются переправляют родственников еще что-то еще что-то ну и вот тут их мутная деятельность уже будет поставлена на самую что ни на есть широкую но далее майоркос обещает как раз расширить сотрудничество с этими организациями и исходя из пункта предыдущего можно понять что это приведет только к ухудшению ситуации не буду повторяться только что говорил почему далее два вот самых пожалуй даже три все три оставшихся пункта это уже категория какой-то не научной фантастики или красивых деклараций за которыми реально ничего нет то есть с одной стороны майоркос докладывает что вот как и он периодически говорит сына эти что все замечательно и мы работаем и изо всех сил держим границу на замке с другой стороны аналитики heritage подробно расписывают в своем разборе этого меморандума что в реальности майоркс и компания делают все чтобы снизилась количество арестов чтобы пограничные службы находились под постоянным давлением помнить эту скандальную историю когда их обвинили якобы в избиении этих самых нелегалов и особенно усердствовали их же начальники и поэтому как-то здесь пафосные декларативные заявления они немало не совпадают с реальность 5 пункта то что майоркос обещает суровые беспощадно разделаться с картелями разнообразными и вот здесь тоже возникает очень очень большой вопрос как он собирается это делать потому что не надо в общем-то обладать какими-то незаурядными талантами аналитическими или еще какими-то чтобы понять если нет нормального контроля за миграции за границей то есть раздолье для действий вот всех этих самых преступных организаций и до можно их там периодически отлавливать арестовывать но пока не решена сама проблема наплыва нелегалов никуда не денутся все эти картели банды и так далее можно хоть 100 таких меморандумов написать можно каждый день ходить в сенат и рассказывать как все замечательно и как работа ведется но пока основная проблема не решена то есть укрепление границы мои куда не денутся чтобы майоркс не писал но и последний пункт это что майоркс рассказывает что надо необходимо и дальше укреплять контакты с южноамериканскими центрально американскими странами и здесь как-то у меня сразу же даже у меня возникает вопрос что нам совсем недавно говорили что все что делал трамп это оказывается плохо и что кризис на границе это его наследие а вот теперь выясняется что оказывается попытки администрации 45 договориться с южноамериканскими центрально американскими правительствами это уже хорошо но естественно если это делают демократы тогда сразу хорошо и поэтому здесь майоркс напирает на сотрудничество с мексикой и коста-рикой однако как замечают все те же самые аналитики heritage и я к ним присоединюсь пусть и со стороны но на деле как-то не видно то есть со стороны коста-рики там вы помните сейчас выбора смена власти и как-то сейчас вообще не да не до америки прямо скажем потом посмотрим что этот чавес который у них будет делать может действительно окажется достойным сеньором но от мексики особой пользы и не видим как шел этот самый наплыв нелегалов так он и идет и значит все вот эти вот пафосные заявления майоркс и мы грош цена что конечно же грустно на самом деле потому что ну да правительство это всегда то к чему надо относиться со скепсисом и всегда над критиковать всем кто бы там ни был республиканцы ли демократ или ну так вот необходимое зло да но к под постоянным контроль но когда правительственные организации уже откровенно работают на какой-то подрыв системы то здесь конечно же стоит заботиться и если до судебная власть и даже власть законодательным хоть мы тоже часто их ругаем но мы видим что в нужный момент они пока еще срабатывают то власть исполнительная и прежде всего вот в тех направлениях которые связаны с безопасностью которые связаны с контролем за границей серьезные вещи здесь очень не очень много остается проблема и если все будет хорошо и президент двадцать четвертом году будет придет адекватные так как назовем то реформа и вот этого самого министерства внутренней безопасности и серьезная какая-то переделка исполнительной власти и многочисленных правительственных агентств она обязательно конечно это сложно но тут опасность пресловутого административного государства мы его с вами видим уже везде и даже вот вопрос иммиграции тоже поэтому все как всегда в ваших руках но пока вот такой вам взгляд на события последних последние недели связанных с иммиграции здесь если сергей что добавить с удовольствием передам слово а буквально пару слов во первых когда некоторые наши сердобольные адвокаты которые очень любят обамы и любили обама и не любили трампа уверяли нас в том что правительство не тратит деньги на нелегалов они просто лгали потому что во первых правительство до тратит деньги на нелегалов, а кроме того, вот те самые неправительственные организации, которых вы упоминали, они получают колоссальные гранты, а гранты – это не что иное, как деньги, отобранные у работающих американцев в бюджет, а потом из этого бюджета выделяется этим самым неправительственным организациям, то есть не мытьем, да катанием, они тратят на нелегалов колоссальные деньги, это первое, что я хотел сказать. Второе, теперь со всех говорящих голов звучит такая фраза «теория заговора, замещение», то есть якобы люди, которые выступают против нелегальной иммиграции и вслух говорят о том, что происходит, включая вашего, так сказать, слугу, это идет действительно замещение избирателей, замещение американцев. И если мне довелось посмотреть компиляцию из выступлений, скажем, Байдена в 2015 году, где он говорил, что все, демография меняется, таким образом, значит, республиканцам нечего будет ловить. И начиная с 2015 года и вплоть до выборов 2020 года на всех телеканалах все эти говорящие головы, все эти проститутки из корпоративных СМИ подчеркивали, что Техас скоро станет пурпурным, потом станет голубым, потому что демография меняется. Что такое демография меняется? Разве не об этом они говорили? А сегодня те, кто об этом, кто начинает цитировать их же, обвиняют в том, что мы являемся сторонниками теории заговора. Мало того, нас объявляют местными террористами. Там ФБР создает целое подразделение, которое будет заниматься местными террористами, которые проталкивают теорию заговора. Мало этого, скажем, на NBC выступал, раньше работал на Fox News, Карл Кэмерон такой, корреспондент. По-моему, в 2019 году он ушел с Fox News. Так он вообще заявил, вот те, кто, так сказать, занимается мисинформацией, распространяет мисинформацию, их нужно судить и бросать в тюрьмы. И это никого не настораживает. Моих либеральных друзей это вполне устраивает. Они даже не БИП по этому поводу. То есть нам грозят американским ГУЛАДам за то, что мы высказываем свое мнение, опасения, за то, что мы цитируем тех же политиков-демократов или, скажем, журналистов, якобы журналистов или так называемых журналистов, цитируем, мы теперь относимся к категории местных террористов, и нас нужно судить и бросать в тюрьму. Это вот то, куда нас толкает, куда нас давит эта партия, которая превратилась, как я еще раз повторю, в авторитарную секту. А вы знаете, в чем такая историческая ирония? Дело в том, что то, что на сегодняшний день озвучиваем вот так или иначе мы с вами, и то, что так не любят демократы, раньше я трех человек выделю, которые говорили примерно то же самое, ну, может, с поправками на время. Это сенатор Пэт Маккарена, конгрессмен Фрэнсис Уолтер и конгрессуумен Барбара Джордан. А что их объединяет, как вы думаете? Какую партию они все трое представляют? Понятно. Иван, давайте мы сделаем... Ну, скажите для тех, кто не знает. Демократы, все трое. Более того, Джордан чернокожая либералка, а Уолтер вполне себе тоже был либералом. И они все были сторонниками того, что да, надо остановиться, ужесточить, не пускать и так далее, и так далее. Все поменялось. Не в лучшую сторону, к сожалению. Но вот это, когда с национальных телеканалов говорят о том, что люди, которые продвигают мисинформацию... А вот это вот, когда я говорю о том, что идет на практике замещение американского избирателя, я уже отношусь автоматически к категории местных террористов и распространяющих мисинформацию. И когда на национальном канале говорят о том, что таких, как я, нужно судить и сажать в тюрьму, это не то ли, не тот ли это гулаг, не то ли эта ситуация страха нагнетается, что заткнуть всем рты и не позволять говорить. То есть... Ну, дурной пример заразителен, они смотрят, что делают их братья по разуму, хотя они и вроде бы на словах против кремлевского режима, а суть, как я вам постоянно говорю, примерно одинаковая. И у нас придумали этот закон о фейках. Ну, значит, ваши либералы будут догонять так или иначе. Поэтому меня всегда... Я всегда задаюсь вопросом, ну почему же вы, господа, вы критикуете практику ГГБ или там ФСБ сегодняшнюю, и их представители, почему вы не критикуете своих собственных партийных лидеров, которые следуют тем же самым путем? ФБР превращается в местное гестапо или в КГБ, используют те же методы. Почему? Почему вас это устраивает? В общем, не понимаю. Хорошо, давайте сделаем перерыв, после чего вернемся. Продолжим. Если будут вопросы, пожалуйста, 847-400-5200, но уже после рекламы. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну, а теперь давайте поговорим о выборах. Ну, у нас проходит праймарис. И вот завтра будет праймарис в Джорджи, если я не ошибаюсь, в Алабаме. Да, действительно, сейчас тоже тем, к которой будем возвращаться постоянно. Что касается Пенсильвании, там уже, знаете, Мастреана победил, что мне по душе. Надеюсь, он победит на выборах губернатора, хотя демократы считают, что нет. А вот что там с Сенатом пока... Ну, там Оза все-таки обходит Маккормика. Посмотрим. В Джорджи вот тут ситуация достаточно сложная, потому что, если посмотреть на, скажем, представителей республиканской партии, а мы на них сосредоточимся, естественно, которые участвуют в борьбе за пост губернатора, и выделю я одного человека в борьбе за пост конгрессмена, конгрессвумен. Сразу говорю, вы уж поймете о коме. То они представляют вот такие две, ну не скажу, чтобы крайности, но проблемы современной республиканской партии, как я их, конечно же, вижу. С одной стороны, у нас есть Брайан Кемп, который, когда в 2018 году шел на выборы, то казалось, что это вот такой будущий, да, один из потенциальных президентский материал, немногословный, суровый консерватор, который будет делать то, что и полагается делать с консерватором. Право на оружие, борьба с нелегалами, сокращение регулирования. Но и, с одной стороны, сделал он все-таки много чего, в том числе и хорошего. Потому что, да, и пытался противостоять ковидной истерии, даже был у него конфликт, тогда вы помните, с Трампом, когда он начал открывать штат. Он, по-моему, даже первый начал ужесточать законодательство, связанное с выборами. И такой, вроде бы, трудяга. Но каких-то прорывов консервативных мы от него не увидели. А когда пошли страсти 2020 года с выборами, но он как-то просто самоустранился от них, что вне зависимости от того, какую позицию бы он занял, на мой взгляд, было не совсем разумно. Потому что, ну, вот не надо было, я считаю, вот так как-то молчать. Потом, да, опять у них конфликт с Трампом, который закончился тем, что потеряли места в Сенате из-за их разборок. И как-то не очень. Поэтому я не стану говорить, что Кемп это уж такое воплощение уж совсем либерального крыла или совсем какой-то такой болотистый персонаж. Но он вот недостаточно боец. То есть консерватор, да, но не тот, на кого в нужной ситуации стоит рассчитывать. Ну, как Пенс, например. Тоже, в принципе, консерватор, вроде бы консерватор, но в бою не тот, кого вы хотите, чтобы он был рядом. Но при всем при этом я не согласен с теми, кто считает, что надо от него избавляться. Нет, пусть лучше будет Кемп, чем демократ Кабрамс. Вот в любом случае. Пусть он в чем-то не прав, пусть он в чем-то вялый и недостаточно активный. Но, как говорил Ричард Никсон, пусть лучше будет республиканец, который не прав в одном, чем демократ, который не прав во всем. А Абрамс не права во всем. Так что Кемп стоит оставить. А с другой стороны, у нас на уровне Конгресса это Тейлор Грин, которая стала такой пучеглазкой кортес республиканской партии. Я как-то очень долго на нее все-таки надеялся, что она образумится, потому что так эффектно ворвалась в палату представителей. На волне, опять же, противостояния ковида тирании. И по голосованию у нее достаточно хорошие показатели, консервативный рейтинг, так называемый. Но вот ее эти заскоки конспирологические с любовью к Сноудену Ассанджу, какие-то там не вполне связанные аналогии с Холокостом, то она с реальными, невымышленными какими-то белыми националистами путается. То там черных мусульман поминают добрым словом, непонятно зачем нацию ислама, я имею в виду. То ее теперь это совершенно бессвязная позиция по Украине, когда она тормозит действия, нацеленные на помощь Украине. И ее мотивы меня, если честно, не волнуют, потому что она их не очень доходчиво объясняет. В общем, получилась какая-то просто бестолковая тетенька, уж не обессудь, и с несколькими истерической конспирологией, которая, на мой взгляд, представляет не меньшую угрозу для республиканской партии, для консервативного движения, чем вот республиканская бюрократия. Потому что на нее всегда можно ткнуть пальцем и сказать, вот посмотрите, это вот и есть истинное лицо современного консерватизма республиканской партии. И к тому же они создают очень-очень нездоровую обстановку, насколько я могу судить, и внутри партии движения тоже. Поэтому я, еще раз говорю, до весны сего года старался с ней смириться, но теперь нет. Абсолютно уверен, что до ранней весны, конечно, что ей в Конгрессе не место. Есть в том же самом 14-м, насколько я помню, избирательном округе в Джорджии, вполне себе достойная женщина Дженнифер Страхана, тихая, спокойная, с консервативными взглядами, по правильной позиции по Украине, по Израилю, по экономике, по всему. Вот ее я бы хотел видеть на месте Тейлор Грин, но избирателям, конечно, решать и не мне. Мое мнение такое. Зато вот в Сенат, похоже, будет кандидат достойный. Хершел Уокер, бывший футболист. Мне очень понравилась и его программа. Тоже полный набор. Правильно, уж не буду их лично раз озвучивать, но все понятно. Помощь полиции, помощь экономике штата, меньшее регулирование, уважение к вооруженным силам. Ну, в общем, действительно, человек, который не просто... Мы сейчас каких-то спортсменов смотрим идиотов, которые там то на колене становятся, то еще что-то. А тут вот как Бёрджи Соуэнс, конгрессмен. Вот нормальный спортсмен, который свою страну любит. Черный консерватор всегда, я думаю, хорошо. Знает, с кем позировать. С Кларенсом Томасом фотографировался. Но я понимаю, что это все тоже декларативный момент, но все равно не к нации ислама пошел, как некоторые. А с Кларенсом Томасом рядом. Поэтому вот если на этих трех человек посмотреть, кого я назвал по Джорджи, то кемп для меня, скрипя сердце, да, Хершел Уокер однозначно, да, и кем он будет в Сенате, я не знаю, но я считаю, стоит его поддержать. Тейлор Грин, извините, нет. Лучше Дженнифер Страхан. В Алабаме ситуация тоже достаточно запутанная, потому что, ну, с губернатором там, скорее всего, все понятно. Каеве останется, и штат достаточно такой крепкий в этом плане республиканский. А вот с сенаторами там такая чехарда сразу трех кандидатов. И Трамп, который тоже объявлял за свои поддержки, то ее снимал, как-то всю эту ситуацию запутывает. Но теоретически два основных конкурента это юрист Кэти Бритт и конгрессмен Мо Брукс. Мне Брукс представляется более достойным. Он и в Конгрессе, в общем, себя вполне, в палате представителей вполне себя достойно показывал. И сейчас то, что я вижу, тоже и Украину здраво оценивает, все-таки это на сегодняшний день серьезный показатель, как ни крути. И в целом у него консервативное прошлое достаточно, как я уже сказал, достойное. Бритт как-то появилась неожиданно, она взгляды меняется и тоже все напирает на то, что она вот за Трампа это главное. Но как бы не получилось, что опять Тейлор Грин какая-то новая получится. Тем более, что Бритт то вроде была за помощь Украине, то она против помощи Украине. И у меня, в общем, она вызывает серьезные опасения. Дюрант – человек достойный. Он участвовал и был в плену в операции, помните, в Сомалийской 1993 года. Но насколько он будет сильным политиком, это остается вопросом, на мой взгляд. Поэтому, опять, я не могу ничего указывать жителям Алабамы, я высказываю свою точку зрения со стороны к тому. Мне представляется, что здесь… Ну-ка я, да, скорее, как я уже сказал, тут все, наверное, без вопросов, губернатор. А Мо Брукс, наверное, все-таки более заслуживает поддержки консерваторов, чем Кейти Бритт. Ну, а там решать избирателям. Посмотрим, что и как. Но, естественно, надо постараться, чтобы не просто было большинство республиканское в Сенате и в Палате, хотя это хорошо, но чтобы это было большинство еще лишенное скандалов, как с этим скоттерным многострадальным, которого уже столько там всплыло всяких про него историй. Не надо такого больше. Чтобы это действительно понятно из консервативной точки зрения, и чтобы действительно можно было от них ожидать твердые позиции, а не постоянные переменные мест в зависимости от ситуации. Так что вот Брукс, Окер и Дженнифер Страхан мне вот кажется с такими людьми. Но повторяют лишь мое мнение. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. У нас есть звонок, если вы не возражаете. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Сергей. Я с вами... Извините, Иван. Сергей, ты. Я с вами совершенно согласна, что наши левые пытаются, ну, помочь Украине победить этого доеда Путина, а на самом деле они завидуют его власть и хотят здесь заиметь такую же. Но вот у меня вопрос насчет выборов. У нас в штате открытый праймерис. То есть кто угодно может прийти и взять бюллетень любой партии и голосовать. И вот у демократов нет фактически праймерис, потому что губернатор демократа у него не будет конкуренции. А у республиканцев там несколько человек, им хотелось бы выбрать самого лучшего, а не такого как Ромни. И вот как могли бы вы нам посоветовать, как избежать того, чтобы пришли демократы и за нас проголосовали, как говорится. Спасибо. Спасибо вам. Ну что, я, конечно, не искушен в особенностях вот вашего избирательного округа, но вообще все в ваших руках все-таки. Голосуйте сами, организуйте какие-то grassroots, так называемые, компании, чтобы голосовали ваши соседи, голосовали ваши друзья. Чтобы кто-то следил за тем, чтобы демократы не подмяли под себя выборы. Я понимаю, мне это легко советовать, но у нас-то с выборами полное, я не буду слово здесь использовать. Ну, не надо вам такого же, у вас все-таки еще есть в Америке возможность, я надеюсь, у нас хранится, конечно же, организовываться на таком уровне городском, общинном. Организовывайтесь, все, что я могу посоветовать. На самом деле, по-моему, существует только один рецепт. Чем больше людей встанут и пойдут проголосуют, тем меньше шансов демократам либо сфальсифицировать, либо принять участие и проголосовать за того кандидата, который является на самом деле в глубине души демократом, а внешне он баллотируется как республиканец. Вот и все, другого выхода из этой ситуации не существует, тем более с учетом наших открытых праймарис. То есть, чем больше людей пойдет и проголосует за достойного кандидата, я имею в виду республиканцев, избирателей, тем больше шансов, что мы получим достойного губернатора. А придут демократы голосовать за своего, скажем, Ричарда Ирвин, человек, который отметил все чекбаксы, то есть он афроамериканец, он служил в армии, он баллотируется от республиканской партии, а на самом деле получил от миллиардера Гриффина кучу миллионов долларов денег, рекламой забил все, что можно было забить, в свое время молился на Притцкера, большой сторонник Black Lives Matter, вот такой республиканец баллотируется. Поэтому я уверен, что демократы, которые придут на праймарис, они отдадут за него голоса. И еще раз повторю, единственный выход из этой ситуации, это всем, кто голосует за республиканцев, пойти проголосовать за достойного кандидата. Другого пути я не вижу. Ну, а теперь выборы в Австралии. Вообще, похоже, что австралийцы предпочитают лечь под китайцев, судя по результатам выборов. Да, но вообще, сейчас, знаете, очень удручающая тенденция в англоязычном при этом мире, уж казалось бы. А именно, какая-то вот мягкотелость консервативная и отсутствие, я бы даже не сказал, лидеров, я не люблю. Одно из тех слов, которые я не люблю, но очень часто использую. Но вот каких-то политиков, которые бы вот четко в себе собирали определенный набор консервативной какой-то философии, его могли бы донести до избирателей и реализовать в жизни. Понимаю, что полностью реализовать трудно, но, по крайней мере, процентов 60-70. Раньше такие все-таки были. И в Соединенных Штатах, не будем имя на букву R даже упоминать, а вспомним. Голд Уоттер, Ноланда, Маккарти, естественно. Эшбрук, конгрессмен. В Австралии были Мензис, Хаувард, а теперь в Британии тоже понятно. А теперь куда-то они, да и в Канаде были, теперь они все куда-то испаряются. То есть, они есть на каком-то уровне, может быть, штатов, губернаторов, сенаторов. Но чем ближе к власти, к верхушкам, тем почему-то все размывается. В Америке еще получше, у вас все-таки нет таких лидеров партий. И у вас может действительно человек достойный консерватор с карьеру сделать. А вот в Австралии, в королевстве, в Канаде, там вот лидерами партии становятся совершенно безликие персонажи. Иногда им удается победить, но потом они сдают свои позиции. Вот и Австралия. Были, я еще раз повторяю, люди достойные. Сейчас в Австралии замечательная станция Sky News, возможно, лучшая консервативная в мире вообще. Но вот лидеры их либеральной партии, это консерваторы, это в последнее время какой-то посмешищем. И Скотт Моррисон, который вроде бы эффектно победил в 19-м году, когда всем казалось, что победят лейбористы, местные левые, естественно. Он сделал все, чтобы свою эффектную победу, а победили как раз за счет того, что лейбористы себя позиционировали партии зеленых. И рабочие проголосовали за либералов, за консерваторов. Еще раз повторюсь, чтобы не запутаться. Партия либеральная, по взглядам консерваторов. Проголосовали за них, чтобы спасти свои рабочие места. Что стал делать Моррисон, оказавшись премьером? Стал рассказывать о том, что он тоже будет принимать участие в борьбе за изменение климата. И вот добиваться этого нулевого выброса. Что сделал сторонник партии, которая вроде бы всегда выступала за свободы? При нем, ну вы сами знаете, что творилось в Австралии во время ковидных мер. И хотя вроде бы там в основном это было на уровне штатов, и зачастую это были губернаторы и лейбористы. Но то, что Моррисон не особенно это осуждал и хоть как-то пытался этому препятствовать, но это тоже мы все увидели. То есть, и сам он был абсолютно невыразительный. Кто может его видел по телевизору или еще где-то, я надеюсь, со мной согласен. То есть, человек получил власть. Человек мог действительно продолжить в традициях достойных австралийских консерваторов прошлого. Но не сделал абсолютно ничего, все растратил. Да, у него были контакты достаточно неплохие. Единственное, его плюс с Соединенными Штатами. Тут его даже обвиняли в том, что он продался Трампу. Такое тоже было. Но вот это, пожалуй, было единственное, что хорошее он сделал за эти три года. В остальном поражение, увы, абсолютно закономерное. Что там сейчас наворотят Лейбориста во главе с Энтони Альбонеза, который, к тому же, позиционирует себя представителем левого крыла, ну, одному богу известно. Но мне представляется, что после ковидных страстей с Тролицам уже действительно ничего не страшно. И поэтому для них даже, наверное, левые Лейбориста – это не самый страшный вариант. Ну, а вот для Соединенных Штатов – это, повторяю, урок и для консерваторов – что не надо играть в поддавки с левыми. И, получив власть, не надо сразу же предавать своих же избирателей и озвучивать то, против чего вы выступали и благодаря чему вы, собственно говоря, победили на выборах. А иначе мы получим то, что произошло вот в Австралии. То есть победят, может быть, республиканцы, на что мы все надеемся, в 1922 году. А потом начнется какая-нибудь бездарная политика, и все опять сольется. И даже никакие разговоры о фальсификациях и так далее, они постановки не изменят. Надо понимать, кто твой избиратель, надо понимать, чьи интересы ты представляешь. Надо их защищать и не предавать избирателей. И да, лидеры не лидеры, но нужны люди, которые действительно интересны избирателям. А не такая серость, как Тулл канадский или Моррисон австралийский. Это никому не нужно. Так что на американцев смотрим и привычно надеемся на лучшее. Да, будем надеяться, но почему-то мне кажется, что демократы все равно просто так власть не сдадут. И опять начинаются разговоры о пандемии. Сейчас вот новое придумали, обезьянь. Ну, с пандемией, знаете, я уж не удержусь от шутки. Сейчас в королевстве тоже какая-то там появилась обезьянь и оспа. И так как я опять про своих друзей из Северной Ирландии, а так как в Северную Ирландию едет делегация демократов их воспитывать, то там уже шутки, что вот мы теперь знаем, кто к нам завозит обезьянь и оспу. Спасибо, Иван, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.